В этот день, после 15 лет на орбите, космическая станция МИР прекратила своё существование. Борьба за её выживание продолжалась до последнего. Русская станция стала угрозой всему миру, и чем быстрее она будет затоплена, тем лучше. Вместе со станцией будет уничтожено научное оборудование на 90 миллионов долларов. Возможная ширина полосы падения многотонных обломков 400-500 километров. И каждый обломок – это бомба. Никакими экспериментами ничего не было подтверждено. Ну кто же, возьмёт ручку и что, и подпишется? На одном только заявлении космонавта о том, что мы посмотрели, там всё хорошо. Нет, нам ещё не хватало второго курса. Я не вижу другого объяснения, как только одно. Американцам нужно было утопить конкурента. Никакие американцы нас не заставили утопить. Никакие там, допустим, катаклизмы. Утопили его, с моей точки зрения, преступно. Он мог просуществовать ещё по меньшей мере пять лет. Это просто продление агонии на какое-то очень ограниченное время при колоссальных ресурсах. Станция «Мир» стала самым амбициозным космическим проектом 20 века. Первым домом землян в космосе. Её история пришлась на перелом двух эпох. Кто-то рукоплескал гибель мира, кто-то сожалел и до сих пор сожалеет о нём. Нужно ли было топить нашу космическую станцию? Споры об этом продолжаются и по сей день. Начнём отсчёт этой истории с 20 июля 1969 года. Один и тот же репортаж по всем зарубежным телеканалам. Человек идёт по Луне. Человек этот американец. А значит, Советский Союз проигрывает в космической гонке. Поэтому советское телевидение в это время показывает фильм «Свинарка и пастух». Но вызов был принят. СССР сделал ставку на создание постоянных космических станций. Было ясно, что проект этот будет исключительно дорогим. Но тогда, в 60-е и 70-е, цена для нас не имела значения. Нужна была новая победа в космосе. Начинали мы, вы помните, Восток, Восход, потом Союз, партии Союза. Значит, нужно было создавать некий форпост, который дал бы возможность постоянного присутствия человека в космосе. В 60-е годы над всеми космическими программами СССР работали два головных конструкторских бюро. Социалистическая экономика не мешала им конкурировать между собой. А руководство страны решало, кому из них поручать ту или иную программу. В борьбе за новый грандиозный проект у каждого из них были свои аргументы. КБ Сергея Павловича Королева. Это межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Та самая, на которой полетел Гагарин. Соответственно, и аппарат, возвращающий человека на Землю. Плюс опыт управления такими полетами. КБ Владимира Николаевича Челомея. Сверхмощные ракеты, способные вывести на околоземную орбиту груз в 20 тонн. Но не человека. Перегрузок в этих ракетах не выдерживали даже крысы. Челомею принадлежала идея первого орбитального комплекса «Алмаз». Он состоял из четырех частей в едином корпусе. Рабочего отсека, отсека для фотографирования, двигательного отсека и возвращаемого аппарата для экипажа. Самой уязвимой частью «Алмаза» являлся возвращаемый аппарат. В отличие от Королевского, он так и не прошел испытаний. К тому же, именно КБ Королева разработало систему дозаправки в космосе и механизм стыковки. В феврале 70-го года ЦК КПСС принимает решение. Для ускорения работы над орбитальной станцией объединить усилия обеих команд. Приведущие роли КБ Королева. Челомеевцы были недовольны. Но что бы там ни было, в результате совместной работы двух КБ, уже через год в космосе появилась первая пилотируемая станция «Салют». 71-го по 86-й год на околоземной орбите отработало семь станций этой серии. Для всей мировой общественности они получали название «Салют-1», «2» и так далее. Был накоплен большой опыт. Ну, многим мы были неудовлетворены. На «Салютах» опробовался метод будущего космического строительства. К основному блоку, доставленному на орбиту в автоматическом режиме, пристыковываются корабли с космонавтами. Они работают на станции и строят ее дальше, из постепенно прибывающих с земли звеньев модулей, абсолютно автономных, как отсеки подводной лодки. Это напоминает детский конструктор «Лего», только каждая деталь весит 20 тонн. Американцы тоже лихорадочно работали над созданием пилотируемой станции. Однако свою первую станцию «Скайлоп» вывели на орбиту только в 1973 году, через два года после нашего «Салюта-1». «Скайлоп» была сделана из ступени ракеты «Сатурн», весила почти 100 тонн и по сравнению с «Салютом» внутри выглядела по-американски комфортабельно. Всего на «Скайлопе» побывало три экипажа, и меньше чем через год, в 1974-м, она перестала функционировать. Первый и последний реальный американский проект космической станции провалился. А станции «Салют» ставили рекорды по длительности пребывания своих экипажей на орбите. И все же к середине 80-х двух-трехзвенные «Салюты» уже не отвечали потребностям и возможностям советской космонавтики. Весной 1984 года генеральные конструкторы Валентин Глушко и Юрий Семенов были вызваны в ЦК КПСС. Новую станцию надо вывести на орбиту к 27-му съезду нашей партии, то есть 16 февраля 1986 года. В такие сроки реально мог стартовать первый модуль станции, базовый. В нем будут жить космонавты, и к нему приступуют пять последующих модулей. Назвали станцию «Мир». На «Мир» работала практически вся страна. 280 организаций под эгидой 20 министерств и ведомств. Активным участником проекта был летчик-космонавт Владимир Соловьев. Я на Земле, вот после первого полета, в ранге заместителя руководителя полета, занимался «Миром». Он еще был на Земле, была эта станция. Она создавалась невероятно тяжело. «Мир», естественно, должны были запустить к съезду. Это была строго определенная дата. Ну и, конечно, там, в общем-то, мы работали день и ночь, субботу и воскресенье, для того, чтобы все успеть. Я даже напомню, что мы отправили станцию, базовый блок станции «Мир» без испытания на «Киси». Это, вообще-то, беспрецедентный случай, но спешили к 27-му съезду. Давили на нас тогда, политически давили. «Кис» – это контрольно-испытательный стенд. Этот случай стал первым и последним в истории отечественной космонавтики, когда на орбиту выводили неиспытанный космический аппарат. Байконур. 16 февраля 1986 года. Ракета-носитель «Протон» с установленным на ней базовым блоком станции «Мир» готовится к запуску. За несколько секунд до старта на КП проходит тревожный сигнал. Земля не видит борт. Это означает, что потеряна связь со станцией, и никто не знает, что на ней происходит. Пуск приходится отложить. Старт «Мира» состоялся только через 4 дня. Он прошел успешно. Как любили тогда докладывать, задание партии и правительства было выполнено. Американцы в это время переживали, может быть, самые черные дни в своей истории освоения космоса. 28 января 1986 года, через 73 секунды после старта с мыса Канаверал, взорвался многоразовый космический челнок «Челленджер». Погибли все семь членов экипажа. Пилотируемые полеты у американцев прекратились почти на два года. А строители «Мира» работали полным ходом. В космосе летала всего лишь заготовка, пустой базовый модуль. И теперь на него нужно было срочно доставить и установить оборудование, которое обеспечит управление с Земли. Помимо «Мира», на орбите находилась последняя станция серии «Салют» — «Салют-7». Впервые откроем секрет. «Салют-7», как и некоторые другие «Салюты» имел двойное назначение. Помимо научной, у него была и военная программа. На самом деле такой «Салют» был Челомеевским «Алмазом», который создавался как военная орбитальная станция, в ответ на подобный американский проект. Один из приборов, установленный на «Салюте-7», стоил столько же, сколько современный самолет-истребитель. Военная программа была не закончена. Но главную опасность наши военные видели в том, что американский «Шаттл» мог каким-то образом пристыковаться к «Салюту». И тогда США получили бы доступ к нашим последним сверхсекретным разработкам. В общем, необходимо было срочно лететь и на мир, и на «Салют». Но космический корабль был только один. С ним связана одна из самых тяжелых катастроф в истории космонавтики. В нашем фильме мы впервые рассказываем о ее подробностях, подтвержденных уникальными кинокадрами. На где-то рубеж 83-84 года у нас был мощный взрыв на старте, на «Двойке». Мы тогда с Ленек и Зимом дублирули этот экипаж. Это был Гена Стрекалов, к сожалению, он и непокойный, и Володя Титов. Мы их дублируем, и они должны были лететь на «Салют-7» и менять экипаж Александрова и Ляхова. Во время старта Стрекалов и Титов внезапно почувствовали мощные вибрации. Они не знали, что ракету охватило пламя. Генерал Шепилин, руководивший стартом, принял решение. Нажал на кнопку аварийного спасения. Смотрите, вот отстреливается капсула и буквально вырывает космонавтов из огня. Через 4 секунды прогремел взрыв. Нас в бункере изрядно тряхнуло и завалило. Тем не менее, значит, вот этот вот корабль «Союз» в режиме системы аварийного спасения, который, в общем-то, их чудом спас, остался только один спускаемый аппарат, который был возвращен на Землю. Система аварийного спасения использовалась впервые. И генерал Шепилин взял на себя всю ответственность. Впоследствии он получит за это медаль за спасение на пожаре и будет считать ее самой ценной из своих наград. Цена эта – двое спасенных космонавтов, которые приземлились за 4 километра от взрыва. Ракета и стартовый столб были разрушены. Остался только спускаемый аппарат. Вот спускаемый аппарат, чтобы, как говорится, добру не пропадать, он был доработан. И вот получился вот такой вот «Союз». Ну и вот тогда родилась идея, что раз есть одно транспортное средство «Союз», а лететь надо на две станции, давайте пошлем этот экипаж, они слетают на станцию, а потом перелетят на «Салют-7». Нужно с Земли на единственном в наличии корабле «Союз» доставить оборудование на станцию «Мир». Потом перелететь на «Салют», завершить сверхсекретную программу и подготовить его к затоплению. Снять с «Салюта» особо ценные приборы, вернуться на «Мир» и также установить их там. Что называется, миссия невыполнима. Для ее выполнения выбрали экипаж Кизима и Соловьева. На «Салют» они уже летали, а Соловьев к тому же принимал участие в создании новой станции. Это будет первый и до сих пор неповторенный никем межорбитальный перелет с одной космической станции на другую и обратно. 13 марта экипаж Кизима и Соловьева отправился с первой экспедиции на станцию «Мир». Земля положилась на опыт экипажа. Все стыковки в этом полете производились вручную. Замечательный дом. В общем, все у нас вполне нормально, все хорошо. Сейчас вот я... От Володя Аркемович сказал с парой словами, что мы в доме, мы рады. Ну что может еще сказать хозяин, если он в доме, о том прекрасный. Но хочу сказать, что когда подходили, то действительно белокрылая, здоровая чайка, чайка парит над землей. Вот что я могу сказать. И на чайке написано, что... Потом очень быстро, буквально через пару недель к нам прилетел грузовой корабль «Прогресс», который привез топливо для дозаправки. Мы, значит, там установили телеметрическое оборудование, радиооборудование. Ну и, в общем-то, станция уже стала оживать. Ну и дальше уже, в общем-то, мы перелетели на «Салют-7». Эта процедура, в общем-то, действительно единственная, очень интересная. Больше, как бы, такие межорбитальные перелеты никто не осуществлял. Мы на «Салют-7» два месяца потрудились. Там у нас было даже два выхода в открытый космос. А затем мы, набив килограммов 800, может быть, тонну оборудования в бытовой отсек, мы потихонечку за три дня перелетели назад на мир. И там, значит, это все оборудование уложили. Вот, собственно, с этого мир и начинался. Через год, 31 марта 1987 года, станции «Мир» был отправлен астрофизический модуль «Квант». Как и другие модули, «Квант» представлял собой самостоятельный космический корабль. Выведенный на орбиту, он 9 дней путешествовал в космосе, прежде чем приблизился к станции и начал стыковку. Со стыковкой возникли проблемы. Из-за заедания стыковочной штанги. Экипажу пришлось выходить в открытый космос. В стыковочном узле был обнаружен посторонний предмет. Через трое бессонных суток справились. Состыковались. Ну что оказалось? Оказалось очень просто, как всегда. Значит, когда разгружали очередной прогресс, то космонавты обычно на ручку вешают сумку с документацией, а потом крышку люка захлопнули, сумка с документацией с бумагами оказалась в космосе. Снаружи, но в конусе. И когда штанга идет, она упирается в нее. Это ЧП стоило Александру Ловейкину микроинфаркта. Человеческий фактор еще не раз проявится в истории станции «Мир». Что касается техники, система стыковки, созданная под руководством выдающегося конструктора Владимира Сергеевича Сарамятникова, признана лучшей во всем мире и используется до сих пор. Когда нам пришлось тут объяснять вице-президенту Соединенных Штатов, господину Гору, как это дело делается, он просто был в таком диком восторге. Это фантастика, такого быть не может. 20-тонный, ну я ему объяснял, как это происходит, 20-тонный модуль манипулятором переносится с осевого стыковочного узла на боковой стыковочный узел. Проблемы возникли и со следующим модулем «Квант-2». Неправильно просчитали траекторию сближения со станцией. Целая делегация ученых срочно вылетела из Москвы в Харьков, где стоял компьютер. Тогда говорили «вычислительная машина, загрузивший ошибку в программу». Ошибку исправили. Женщину оператора ЭВМ отозвали из отпуска и среди ночи привезли на работу. Валентина вошла в машинный зал. И вдруг смотрим, она что-то ищет. Она говорит «а где мои тапочки и халат?». К счастью, все нашлось на месте. Она накинула халат. И увидев, что мы в некотором недоумении, говорит «это у меня примета такая». И пошла работать. Через 2-3 часа Валя принесла нужный нам результат. В модуле был шлюзовой отсек, из которого на космическом мотоцикле совершали облеты вокруг мира. Спроектирован был мотоцикл под руководством Гая Ильича Северина. Он же конструировал и скафандры для работы в открытом космосе. Поработав на космическом холоде, космонавты возвращались на станцию, как в родной дом, где они могли выпить чаю и съесть что-нибудь горячее. Итак, вот завтрак первого дня. Говядина по-домашнему. Вот мы достаем. Она находится вот в таком пакетике. Она подвержена вакуумной сушке, и поэтому вот такого, может быть, не очень красивого вида, но, поверьте, это очень вкусно. Вот я подвожу к горячей воде. Смотрю, у нас транспарант «Горячая вода горит». Надеваю клапан на этот сосочек. Открываю кран. Выставляю нужное количество воды, 150 миллилитров. И включаю подачу воды. Попробуем, что же получилось. Очень вкусно. На орбите отрабатывалась не только новая космическая техника. Параллельно шли научные исследования и астрономические наблюдения. В частности, космонавты наблюдали появление сверхновой звезды. Но нам эта сверхновая была очень близка, потому что астрономы открыли ее с помощью аппаратуры, установленной на мире. Третий модуль, «Присталл», представлял собой своего рода мини-фабрику. Это был чисто технологический модуль, где выплавлялись кристаллы для элементов солнечных батарей и вычислительных машин. Позднее кристалл был оборудован специальным стыковочным агрегатом. Он стал космическим причалом, к которому могли пристыковаться огромные стотонные корабли. Программа «Буран» в дальнейшем намечалась для того, чтобы целевые модули, которые уже свою задачу выполнили, после этого «Буран» приходил, должен был забрать манипулятор, поместить в свой объем, в свой отсек этот модуль и привезти его на Землю. Вот такой смысл всей этой программы был. Наш ответ американскому «Шаттлу» — космический челнок «Буран». Он был успешно испытан в 1988 году. Это был его первый и последний полет. Вместо него пристыковаться к миру суждено было именно «Шаттл». В 90-м шла работа над очередным модулем «Спектр». Тогда еще никто не знал, что выведен на орбиту он будет только через пять лет. Ну а дальше начались 90-е годы, перестройка. Никому было не до станции «Мир», хотя она летала, ее нужно было обслуживать. Мы оказались, ну как, впрочем, и вся страна, молодая, новая Российская Федерация, в очень тяжелом экономическом положении. Уровень финансирования у нас сократился одномоментно, там, в 15-20 раз. Вы представляете? В 20 раз. Ну, надо отдать должное нашим руководителям. Юрий Павлович Семенов, Юрий Николаевич Копчиков. Они понимали, что с правительства спрос минимальный. Они начали гонять по всему миру. Насколько я так понимаю, сначала поездили по Европе, по Востоку, по Японии. Ну, все что-то обещают, да-да, денег не дают. Поехали к американцам. В это время американцы потратили несколько миллиардов долларов на разработку станции Фридом. Но практических результатов не добились. И тогда, по сути дела, вот у Семенова с Копчевым, они, на мой взгляд, всегда так парой ездили, и родилась эта идея, что, дескать, давайте, вот, вы нам помогаете достраивать мир, мы летаем на этот мир вместе, вместе с американскими космонавтами, там, сначала на Союзе. 29 июня 1995 года Союз впервые доставил на станцию МИР американского астронавта Нормана Тагарта. Что касается шаттла, мне так посидели, потолковали с американцами. Ну, и вроде пришли к выводу, что получиться может, но надо небольшой модуль поставить, такую проставочку, ну, и кое-что и подизменить, так сказать, в системе управления и так далее. Сейчас бытует мнение, раздали все даром американцам. Далеко не даром. Они создали, значит, помогли нам досоздать 4 модуля, это большие деньги. Они заплатили нам несколько миллиардов. Советскую, а теперь уже российскую космонавтику нужно было спасать. Эта задача была возложена на Росавиакосмос. Он был создан в 1993 году после настойчивых усилий Семенова, Коптева, Киселева и других. В том же 1993 году были подписаны совместные программы МИР НАСА, МИР Шаттл, Евро МИР. МИР получил второе дыхание. С марта 1996 года по июль 1998 на станции постоянно находился хотя бы один американец. Шаттлы 9 раз причаливали к миру. В 1995 финансовая ситуация позволила решить давнюю задачу. Вывести на орбиту и пристыковать к миру четвертый модуль, Спектр. На нем были установлены мощные солнечные батареи. Проблема энергоснабжения была решена. А в апреле 1996 к миру пристыковали последний, шестой модуль природы, оснащенный не только российским, но и американским научным оборудованием. МИР обрел наконец ту конфигурацию, которая задумывалась его конструкторами. Это чудо научной и инженерной мысли обошлось в 7 миллиардов долларов. 25 июня 1997 года. Этот день мог стать последним днем станции МИР. Нынешние столкновения орбитальной станции с автоматическим обеззовым кораблем прогрессов. Если бы мы провозили немножко больше, мы бы там и остались. А вот в этот иллюминатор я вижу, как проносится корабль. Международный экипаж МИРа в составе командира Василия Циблиева, бортинженера Александра Лазуткина и американского астронавта Майкла Фоэлла выполнял стыковку грузового корабля «Прогресс» со станции. Испытывался так называемый телеоператорный ручной режим, предназначенный для тех случаев, когда отказывает радиолокационное оборудование. Пилот, будучи перед видеоэкраном на станции, видит саму станцию через видеокамеру, расположенную на подлетающем грузовом корабле. И управляет движением семитонного прогресса с помощью ручек-джойстиков, как в радиоуправляемых игрушках, наводя корабль на себя с дистанции 10 километров. Командами из центра управления корабль подвели на расстояние 5 километров и толкнули его в сторону станции. Космонавты включили систему телеуправления. Я смотрю, потому что в бумаге написано «посмотреть». Смотрю, не вижу. Такая страшная ситуация была, потому что, вот, как будто на расстреле ты. Ты чувствуешь, что в тебя уже выстрелили, и твое дело вот увернуться, потому что пуля уже неуправляемая. На черно-белом мониторе изображение станции сливалось с облаками. Циблиев решил продолжать стыковку. Он знал, что ЦУП нацеливает корабли не прямо на станцию, а выбирает точку рядом из соображений безопасности. Скорость, с которой летит корабль, тоже замерялась вручную. Это должен был делать Лазуткин, наведя лазерный прибор на космический грузовик через иллюминатор станции. Он и Майкл Фоу, прыгая от иллюминатора к иллюминатору, пытались разглядеть приближающийся прогресс. Когда корабль близко подошел, и он мог уже оценивать скорость, он говорит, что-то он быстро сближается. Я начал тормозить, но по времени больше и дольше, чем надо было вообще по инструкции тормозить. Потом бросаю взгляд на этот иллюминатор, приседаю, смотрю, летит. Причем летит очень быстро. Мы поняли, что столкновение не минуло, а следовательно, нам придется эвакуироваться. В соответствии с инструкциями, я должен был первым перейти в Союз и ждать. Майкл Фоу сидел сзади меня. Он толкнулся и пролетая дважды вдаль по руке, то есть он выбил мне руку. Задевает ногой руку Василия. Помню, Василий говорит, эх. Там же не как за ручкой держится, а очень, знаешь, ну вы видели ручку пролинка, в конюпеле. Ну это даже не джойстик, это еще нежнее. И Василий начинает постоянно что-то тормозить, говорит, торможение, торможение. А вот в этот иллюминатор я вижу, как проносится корабль. Проносится, а потом удар. Ну помню, что какой-то такой легкий шок. Тишина. Тишину тут же нарушил вой сирен. На всех табло запульсировала надпись «Разгерметизация». Грузовой корабль ударил в модуль «Спектр», пробил отверстие и своим ударом закрутил станцию «Мир». Циблиеву удалось отвести прогресс в сторону от станции и тем самым спастись от новых ударов. Но воздух из жизненного пространства космонавтов высасывался космическим вакуумом очень быстро. Они имели полное право в соответствии с инструкцией на случай аварии покинуть корабль на корабле-спасателе, которым оборудован «Мир». Но сработал инстинкт, свойственный тем, кого называют людьми героических профессий. Оба космонавта и астронавт мгновенно и единодушно принялись за спасение общего космического дома. Одно было решение. Тут уже некуда было. В корабле с ним побежали и закрепили люки. Мы не быстрее ничего сзади. Просто-непросто. Одно решение. Рвем кабель и закрываем люки. Понимаем, что мы обестачиваем полностью модуль. Мы его обрезаем. Чтобы спасти станцию, нужно закрыть переходной люк. Через него проходит масса коммуникаций. И в основном это кабели под напряжением. Их пришлось просто резать. Искры, ток. В общем, все как положено. И, конечно, мы же не были причатаны. У кого же вот с голыми руками и нормальный нож. Но порезали. Никого не убило, слава богу. Лазуткину вместе с Фоуэлом удалось, наконец, закрыть люком вход в модуль «Спектр». И откачка воздуха прекратилась. Циблиев по команде ЦУПа открыл специальные баллоны со сжатым воздухом. Наконец-то можно было перевести дыхание. Вы знаете, мы потом примерно порассчитали. Ну, наверное, минут 7-8, может, 10. Значит, если бы мы провозили немножко больше, мы бы там и остались бы. Главное, чтобы ты сегодня хорошо поспал. Для этого или рудотель, или три таблетки валерьяны. Хорошо. Хорошо? Да. И успокойся, и поспи. Экипаж серьезно пострадал. У Циблиева начались перевои в работе сердца. Лазуткин сильно обжег руки, когда рубил силовые кабели. Но станция была спасена. Сегодня в Центре управления полетами кипела напряженная работа специалистов. А такого количества представителей средств массовой информации в ЦУПе не видели уже давно. В середине дня против стенки журналистов в одиночку вышел глава... В 90-х публика вспоминала о станции Мир только когда сообщалось об отказе бортового компьютера, о пожаре или о протечках в трубопроводах. Компьютер чинили, пожар тушили, протечки латали. И работа продолжалась. Я думаю, что Мир — это первая настолько большая космическая станция. Русские проделали фантастическую работу и определили направление развития космонавтики. На мире один за другим были установлены рекорды продолжительности пребывания человека в космосе. Поляковым, Крикалёвым, Авдеевым. Последние — 438 дней. Многие такие рекорды были вынуждены. Не хватало денег на транспортные корабли. Космонавтов, выполнивших свои программы, не могли по полгода вернуть на Землю. Пришлось не сладко не только нашим. Иностранным рекордсменом незапланированного пребывания на мире стал немец Томас Райтер. Налетал 180 суток вместо 30. На станции Мир было 27 экспедиций. Причем большая часть экспедиции была уже международной. Там уже начали летать космонавты других стран. То есть практически станция Мир проложила дорожку к международной станции. Из 104 космонавтов где-то больше 70 было иностранцев. Мне кажется, взаимопонимание достигли достаточно хорошего уровня такого взаимопонимания. И с американскими коллегами. У нас просто там появились друзья-товарищи из Европы. Там тоже много очень хороших специалистов. Таких, я имею в виду, не политиков, а технарей. Но это стоило вообще больших сил. Немалого количества выпитого там виски и водки. С тем, чтобы в конце концов вот одолеть, научиться понимать, научиться говорить словами, которые твой партнер услышит. Ведь это очень важно в разговоре, чтобы тебя услышат. Я думаю, это была хорошая возможность для русских и американцев работать вместе во время длительных космических полетов. А затем использовать эти уроки для развития космических программ. Мне кажется, главное, это то, что такие космонавты, как Крикалев, Бударин, Майкл Фоул, продолжили работу уже на МКС и принесли туда опыт, накопленный на мире. Американцы так и не смогли создать собственную, постоянно действующую орбитальную станцию. В конце концов, НАСА предложила Европейскому космическому агентству Канаде, Японии и России совместно строить Международную космическую станцию МКС. Сегодня колоссальные космические проекты подобной станции МИР реализовать в одной стране не под силу. Если вы зайдете в нашу рабочую комнату, вы увидите все эмблемы программы Шаттл МИР. Это говорит о нашем пути. Также вы увидите эмблемы экспедиции МКС. Все это показывает тот путь, который мы прошли, и от чего мы начали движение. В 1998 году на орбиту были выведены базовый блок звезда российского производства и американский модуль Юнити. Так началось строительство МКС. Российско-американская программа МИР Шаттл была прекращена. НАСА перестала финансировать полеты на нашу станцию. Во второй половине 90-х экспедиции на МИР продолжались. Но российского космического бюджета хватало, как говорится, лишь на поддержку штанов. Космонавты пытались самостоятельно найти деньги на финансирование программы МИР. Даже брали с собой на станцию и снимали какие-то известные товары, в надежде потом предложить эти кадры в качестве рекламных роликов. Сегодня их попытки кажутся наивными. Но они говорят о том, как дорога была станция МИР тем, кто работал на ней, для кого она стала домом и частью жизни. Космонавты, работавшие в то время на орбите, в один голос говорят, станция словно почувствовала, что ей вынесен приговор. Как у пациента, на которого врачи махнули рукой, состояние ее стало быстро ухудшаться. Вообще, первая основа завершения работ на МИРе. Первая основа сугубо техническая. Мы в какие-то моменты стали фиксировать вот эти вот бродящие команды, которые нам в какой-то момент не просто нас пугали, что вдруг они что-то произведут, они действительно сами, настоящим образом, стали что-то производить. Ну, например, в какой-то момент мы отпустили из зон видимости станцию, полностью работоспособную, а получили с полностью разряженными батареями. В это время на западе станция МИР изображалась, как какая-то берлога, в которой живет одичавший космонавт. Это, конечно, клюква, но именно она формировала общественное мнение. Положение на станции МИР действительно было нелегким, но, вопреки голливудскому вымыслу, управляемым. Ожесточилась борьба между сторонниками и противниками спасения станции в самой России. Многие считали, что МИР может и должен продолжать работу. Он мог бы быть, безусловно, базой для создания вот той международной космической станции. И многое из того, что на мире было и должно было остаться в космосе, бездарно утопили. Противники затопления станции обращались в Кремль с планами ее спасения. Ведь она пролетала 15 лет, вдвое больше первоначально намеченного предельного срока. Но планы эти требовали дополнительных затрат из госказны, неоправданных, по мнению тогдашних руководителей Росавиакосмоса. Звучал такой тезис, особенно господин Зюганов, господин Митрофанов. Вот они все рассказывают, вот мы решили, лишились возможности, значит, там, вездения, разведки. Ну, это либо лукавство, либо вранье простое, вот такое, элементарное. Потому что никто в мире, а тем более, значит, вот у нас, с такого рода объектов никакую разведку не ведет. В конце концов, решающими стали соображения безопасности и в космосе, и на Земле. Но даже управляемое затопление мира требовало значительных средств. В таком вот хаотическом режиме бросать с пятью модулями, которые идет и начинают разваливаться, и захватывает, вот ширина чуть ли не до 400 километров, которые разлетаются стальные шаробалоны, и у меня, извините, это же, как выстрелы из пушки. Очень долго не давалось денег на управляемый спуск. Деньги, в конце концов, выделили. Теперь весь мир с нетерпением и тревогой ждал дня затопления станции. Вот на этом балконе, где мы сейчас с вами говорим, были представители, ну, почти сотни посольств на момент затопления, которые, особенно Япония, очень сильно беспокоились. Японцы мне тут проходу не давали и говорили, а вы не попадете в Токио? Вы там не шарахнете по куче наших атомных электростанций. Это же Япония не будет. Нам очень хочется, чтобы вот завершающий этот этап работы, так сказать, 15-летнюю историю, достаточно успешную историю станции «Мир» не смазал. Это был торжественный апофеоз, будем говорить, квалификации тех, кто это задумал и решил эту задачу. Поверьте мне, это была очень непростая задача. Ну, представьте себе, такая горящая бандура, 20, а там было, слава богу, 130 тонн в мире. Рухнет куда-то, не санкционировано, на город на какой-нибудь. Так что это был очень напряженный момент, это было блестящее решение. Десятки телекамер замерли в ЦУПе, а миллионы людей у экранов телевизоров. Василий Циблиев находился тогда в США. Когда у меня супа позвонили, сказали, Василий, все, она на дне, нас собралось на человек под 40 примерно в одном номере. Мы налили молча виски, выпили. Ну, я видел глаза этих ребят, ну, практически сваливались все космонавты. Кто был на подготовке, специалисты, много у нас было народа, наши, российские, приходили наши друзья, американцы. Разговаривать никто не разговаривал. Вот такой, знаете, комок горло такой, что, ну, это трудно передать. Но все равно ощущение того, что все, ее нет, знаете, какого-то было и не стало. Опять запускали-то на три года, а проработало 15 лет достойно. 23 марта 2001 года обломки мира упали в Тихом океане недалеко от Австралии. Великий космический проект, который был делом жизни для российских космонавтов, ученых, инженеров, закончился. На орбите теперь осталось только МКС. 18 октября 2006 года президент США подписал документ под названием «Национальная космическая политика», в котором оговаривается право Вашингтона препятствовать проникновению в космос странам, представляющим угрозу для национальных интересов США. Буш продолжает борьбу за мир. Но только за американский. Я надеюсь, что у всех хватит ума, не свалиться снова в эпоху конфронтации, значит, там и, как говорится, космической гонки, но с ее отрицательными моментами, когда впереди везде была только политическая составляющая. Европейское космическое агентство провело конкурс среди художников. Было прислано к нам на борт около 15-20 лучших картин, которые отобрало жюри внизу. Одна картина получила все три плюса. На картине была изображена пара мальчика-девочка. Весна, и все растаивает, как в апреле, и полно луж на улице, и кусочек земли, он сухой. А здесь лужа, ну, маленькая. И в эту лужу он запускает кораблик обычный, который вот из бумаги светлый. А в этой луже, именно в луже, отражается Луна. И вот в это отражение этой планеты они запускают весной, 12-го, может быть, апреля, вот этот корабль.